Значит, мы продолжаем историю про теорему Гамильтона-Келли, которая нам сейчас понадобится на нашем длинном пути в сторону нахождения некоторого аналога диагонализации, но для тех матриц, которые диагонализировать не получается. И я напомню, что такое теорема Гамильтона-Келли. Значит, что если у нас есть какая-нибудь матрица А, и если мы рассматриваем ее характеристический многочлен и подставляем эту матрицу в свой собственный характеристический многочлен, то получается нулевая матрица. Значит, это не ноль как число, а нулевая матрица. На самом деле, это все можно переформулировать не в терминах матриц, а в терминах операторов, поскольку матрица... Если мы будем делать замену базиса, то матрица линейного оператора как-то поменяется, но характеристический многочлен остается прежним. Характеристический многочлен – это инвариантная штука. И значение характеристического многочлена на самом этом операторе тоже как-то теоретически может поменяться, но если это нулевая матрица, то она будет нулевая в любом базисе. Она соответствует нулевому оператору. Тот факт, что оператор нулевой – это некоторые инвариантные свойства. Поэтому в терминах Гамильтона-Келли можно считать, что А – это какая-то матрица. Можно считать, что А – это просто некоторый абстрактный линейный оператор. Ни про какую матрицу здесь можно даже и не думать особо. Но в нашем доказательстве сейчас нам понадобятся матрицы. Я буду с самого начала считать, что А – это какая-то матрица. Но мы будем делать замену базиса. Окей. Значит, это, собственно говоря, сама терминах Гамильтона-Келли. Понятно ли формулировка теоремы? Понятно ли, что она утверждает? Значит, мы это обсуждали в прошлый раз, но вдруг кто забыл. Есть ли вопросы? Спрашиваем. Давайте, значит, я ее попробую доказать. В прошлый раз я ее доказал только для диагонализируемых матриц. Ну, собственно говоря, мы просто убедились в том, что для диагонализированных матриц она работает просто прямой проверкой. Мы перешли в диагонализирующий базис. В диагонализирующем базисе она достаточно очевидным образом работает. Ну и все. Значит, она и в любом другом базисе работает, если матрица А не диагональна. Опять же, в силу того, что все это инвариантно. Значит, сейчас мы не будем пользоваться диагонализируемостью, но будем пользоваться следующим фактом. Давайте считать, что А – это матрица некоторого линейного оператора, действующего в линейном пространстве над полем С. То есть мы разрешаем комплексные собственные числа, мы разрешаем комплексные собственные векторы. Значит, будем рассматривать А как матрицу линейного оператора, действующего в векторном пространстве над С. Значит, если у нас линейный оператор действует в линейном пространстве над С, то это означает, что у него заведомо есть хотя бы одно собственное значение. Ну, просто потому, что над полем комплексных чисел любой многочлен, в том числе характеристический многочлен, имеет хотя бы один корень. Поэтому одно собственное значение существует. Значит, у А есть и соответствующий собственный вектор. Значит, давайте я это собственное значение как-нибудь обозначу. Пусть оно называется λ1, и собственный вектор называется V1. Дальше такая идея. Давайте считать, что у меня собственный вектор V1. Значит, я перейду в новый базис, и в этом новом базисе собственный вектор V1 становится первым базисным вектором. Ну, а все остальные, собственно, а все остальные базисные векторы какие-то. Значит, дополним вектор V1 до базиса. Значит, пусть у нас будет такой базис. У нас будет вектор E1, который равен V1, а потом E2 и так далее, En. Это какие-то векторы. Значит, не очень важно, какие, важно только то, что они все вместе образуют базис. Всегда так можно сделать. Любую линейно-независимую систему векторов можно дополнить до базиса. Вектор 1 не нулевой, значит, он сам собой является линейно-независимой системой векторов. Значит, его можно дополнить до базиса. Значит, перейдем в этот базис. В нем линейный оператор, который в исходном базисе задавался матрицей A, будет задаваться такой матрицей. Какой, кстати? Верно. Значит, что вы можете сказать про матрицу этого линейного оператора в новом базисе? Ну, то, что это C минус первый, а C, это, конечно, правда. Хочу понять, что в результате получится. Формал, конечно, совершенно верный, никто не спорит. То есть я перешел в этот новый базис. Этот новый базис устроен так, что единственное, что мы про него знаем, это то, что первый базисный вектор – это просто собственный вектор нашей матрицы с собственным значением lambda1. Больше ничего не знаю. Что можно сказать про матрицу оператора в этом базисе? Так, вы пока подумайте, а я свет включу тут, это темновато. Первый столбец лям, да, потом нули. Совершенно верно, Анна. Действительно, давайте смотреть. Значит, мы знаем, что у нас первый базисный вектор – собственный. Это означает, что первый базисный вектор, то есть вектор, который встроен как единичка, потом все остальные нули, переходит в пропорциональный сам себе. Это означает, что он переходит в вектор что-то, потом нули. С другой стороны, координаты образа как раз записаны в столбце матрицы. Значит, в первом столбце, где записаны координаты образа первого базисного вектора, должно быть написано в точности то, что сказала Анна. Вот такая штука. Про все остальное мы ничего не знаем. Но давайте для дальнейшего я введу такое обозначение. Значит, вот здесь будет все что угодно, а вот здесь будет тоже все что угодно, но вот это все что угодно я обозначу матрицей А с волной. Значит, давайте я уточню размерности кусочков, чтобы было понятно. Значит, вот это единица, вот это единица, соответственно, вот это n-1, это n-1. Значит, у меня n – это моя размерность пространства, на котором я изначально живу. Значит, звездочкой я буду обозначать все что угодно, и при этом, если в двух разных выражениях встречаются звездочки, они не обязаны обозначать одно и то же. Звездочка – это просто что угодно. Значит, вот такая матрица. Отлично. Значит, давайте я теперь скажу, какая у меня будет стратегия. Я буду действовать… Да, сейчас скажу про первый столбец. Значит, я хочу действовать по индукции. Я хочу действовать по индукции по размерности пространства. Значит, я хочу доказывать утверждение о том, что терема Гамильтона Келли верна в пространство по размерности 1, из этого делать вывод, что она верна в пространство по размерности 2 и так далее. Значит, почему первый столбец такой? Первый столбец такой, потому что первый базисный вектор является собственным. Значит, первый базисный вектор является собственным значением лямбда 1. Давайте посмотрим, что это означает. Это означает, что когда я умножу эту матрицу на первый базисный вектор, то есть вот у меня есть какая-то матрица, значит, вот у нее здесь что-то написано, и дальше идет что-то. Когда я ее умножаю на первый базисный вектор, то есть на вектор вот такими координатами, я получаю в точности вот этот столбец. Проверите, что это всегда так с умножением матрицы. Значит, ну вот вы будете умножать, вы будете умножать, значит, что вы будете умножать? Единицу на вот это число, а потом все нули на вот эти числа. Значит, вот это число оказывается вот здесь. И так далее. Проверить, что это так. Но после этого мы знаем, что это собственный вектор с собственным значением лямбда 1. Значит, какой здесь столбец должен получиться? Здесь должен получиться столбец, который и есть просто лямбда 1, умноженный на вектор, который состоит из единичек. То есть столбец лямбда 1, а дальше все остальные нули. Ну вот, значит, вот это вот все, это один и тот же столбец. Илья, как стало понятнее? Окей. Смотрите, если вы вот в этом рассуждении сейчас хоть сколько-то не уверены, просто сделайте такой эксперимент. Напишите любую матрицу, вот просто от фонаря напишите матрицу и умножьте ее вот на такой вектор. Или потом умножьте его на такой же вектор, только где единичка стоит не на первом месте, а на втором месте, а на всех остальных местах нули. Вы увидите, как это работает. Вы увидите, что матрица линейного оператора действительно переводит каждый байсный вектор в свой соответствующий столбец. Это очень полезное упражнение, его нужно сделать. Окей. Итак, значит, наш план состоит в том, чтобы доказываем теорему Гамильтона Кейля по индукции по n. Давайте начнем с случая с n, равного 1. Значит, у нас есть база индукции. n равняется 1. Что вы можете сказать про теорему Гамильтона Кейля в размерности 1? Давайте посмотрим. Значит, в размерности 1, как устроена матрица? Матрица – это просто матрица 1 на 1, то есть просто числа. А как устроены их характеристики многочлены? Значит, если у меня есть матрица, значит, у меня есть матрица такая. А1.1. Какой у нее характеристический многочлен? Какой характеристический многочлен матрицы размером 1 на 1? Единственное элемент этой матрицы – это число, которое называется А1.1. А1 на 1 минус лямбда. Да, совершенно верно. Значит, характеристический многочлен такой матрицы А – это есть определитель А1.1 минус лямбда. Значит, определитель от матрицы 1 на 1 – это просто значение, которое в этой матрице написано. Значит, это есть просто А1.1 минус лямбда. Значит, теперь, если я подставлю саму матрицу А, то это означает, что я считаю А1.1 минус А1.1. А это, конечно, равняется нулю. Значит, база индукции доказана. Окей? Значит, теперь индуктивный переход. Пусть уже доказали для всех. Допустим, n равных k. Докажем для n равного k плюс 1. Значит, для того, чтобы это сделать, я воспользуюсь вот этим представлением. Значит, если у меня есть любая матрица размерности k плюс 1, тогда что получается? Давайте даже я вот что скажу. Пусть доказали для всех n равных. Значит, для всех n. Давайте я так скажу. Пусть доказали для n равного k минус 1. Докажем теперь для n равного k. Значит, давайте скажем, что наша матрица А, как говорят, подобна, то есть переводится с помощью сопряжения, переводится с помощью перехода к другому базису. Подобна такой матрице. Значит, у этой матрицы здесь будет стоять лямбда 1, тут будут нули, здесь будет что-то, здесь будет а с волной. Давайте, значит, еще раз посмотрим. Если у меня n равняется k, значит, вот эта матрица, это матрица k минус 1 на k минус 1. Теперь я хочу вычислять значение многочленов вот от такого типа матриц. Для этого мне нужно понять, как устроены степени таких матриц. Давайте попробуем найти степень, например, степень 2 такой матрицы. Может быть, вы такое уже делали, я не знаю. Но давайте попробуем. Значит, вот пусть у меня есть лямбда 1, здесь есть 0, здесь есть что-то, здесь есть ас волной. И я умножаю эту штуку на саму себя. Здесь есть лямбда 1, здесь есть что-то, здесь есть 0, здесь что-то, здесь есть снова ас волной. Значит, допустим, я хочу посчитать такое произведение. Ну-ка, расскажите мне, что значит вычислять многочленов? Ну как, смотрите, значит, у меня есть многочлен. Какое-то выражение, ну вот, допустим, вот такое многочлен. Я в него вместо лямбда поставляю матрицу. Вычисляю таким образом значение многочлена на этой матрице. Или значение многочлена от этой матрицы. Так, давайте разберемся со степенями. Вот матрица вот такого вида. Значит, расскажите мне, что будет, если я возведу эту матрицу в квадрат. Давайте сначала разберемся с вот этой позицией, что здесь будет находиться. Да, лямбда 1 в квадрате здесь будет находиться. Значит, видно, что если я умножу, ну как положено матрицу умножать, значит, я должен вот эту строчку умножить на вот этот столбец, да? Значит, видно, что ненулевое умножение будет только, когда я умножаю лямбда 1 на лямбда 1. Во всех остальных случаях у меня попадаются вот эти нули, и они все убивают. Дальше. Значит, что будет внизу? Значит, что будет вот здесь стоять? Ноль. Совершенно верно, ноль. Опять же, можно посмотреть. Значит, я умножаю теперь вот эту строчку на вот этот столбец. И чудодейственным образом в первой позиции вот здесь ноль обязательно, поэтому здесь произведение будет ноль. А во всех остальных позициях здесь-то может быть и не ноль, зато здесь все нули будут. Поэтому полностью ноль получается. Значит, понятно, что таким образом я могу рассуждать для всех позиций ниже этой лямбда 1. И здесь будут все нули. Хорошо. Дальше. Значит, я снова поставлю такую черту. Что будет происходить вот здесь, мне не важно. Вот этот угол меня сейчас не интересует. Здесь что угодно будет написано, и меня вообще не интересует, что конкретно. Давайте посмотрим, что будет происходить вот здесь. Какие есть идеи? А в квадрате, да. Ну, точнее, А с волной в квадрате. Давайте проверим, что это так. Значит, давайте посмотрим на вот этот элемент, например. Как он вычисляется? Ну, он вычисляется так. Мне нужно взять... Значит, это элемент с индексом 2.2. То есть мне нужно взять вторую строчку отсюда и умножить ее на второй столбец отсюда. Но из-за вот этого нуля, что написано вот здесь, неважно при вычислении этого произведения. Значит, на самом деле, это все равно, что умножить вот такую штуку на вот такую штуку. Это все равно, что просто умножить вот такую штуку на вот такую штуку. Ну, а это в точности то самое значение, которое будет поставлено вот сюда, если мы просто считаем квадрат матрицы А с волной. Ну, и на самом деле, то же самое верно для всех остальных значений. Всякий раз из-за вот этих нулей, значит, вот эти нули умножаются на какие-то элементы отсюда и обнуляются. Соответственно, ненулевые элементы, которые возникают, они связаны с умножением строчек вот этой матрицы на столбцы вот этой матрицы. То есть, это ровно те самые элементы, которые будут возникать, когда матрицу А с волной будете просто выводить в квадрат. Поэтому здесь будет А с волной в квадрате. Значит, понятно ли это рассуждение? Давайте, задайте какой-нибудь вопрос, я готов что-нибудь повторить. Значит, лучше, конечно, лучше всего, конечно, просто сделать это вручную один раз, и вы увидите, как это работает. Но сейчас у вас есть уникальная возможность спросить меня. Все молчат. Ну ладно, будем считать, что понятно. Так, тогда следующий вопрос. Если у меня есть вот такая моя матрица, вот такая матрица, и я ее возвожу в степень M, что получается? Что за матрица у меня получится? Значит, опять же, я хочу сохранить такую же структуру в блочной диагонали. Что получается за матрица? Значит, здесь будет λ1 в степени M, здесь будет что-то, что меня не интересует, тут будет нули, а тут будет матрица А с волной в степени M. Совершенно верно. Значит, доказательство точно такое же, как для квадрата. Просто когда вы будете несколько, когда вы будете читать более длинное произведение, то вы будете каждый раз получать умножение на соответствующую матрицу вот здесь, в этом углу. Ну, или можно по индукции формально доказать, как хотите. Вот. На самом деле, примерно понятно, что происходит, по крайней мере, с вот этой частью. Значит, здесь вот было у нас одно направление, которое собственное. Но от того, что я матрицу возвожу в степень, просто у вас это же направление, оно как было инвариантно для вашей матрицы, так и остается. Вектор как был собственным, так и остается. Просто собственное значение возводится в соответствующую степень. Если вы пять раз умножите матрицу саму на себя, то она будет умножаться соответствующим образом. Ну, то, что вот эта матрица ведет себя так, ну, это как бы вот факт, который проверяется вот так вот я. У него там есть некоторые более наукообразные доказательства, я сейчас не буду как-то говорить. Вот, отлично. Теперь пусть у меня есть какой-то многочлен, значит, пусть есть какой-то многочлен P от X, который есть, ну, давайте какую-нибудь букву буду писать, B, например, B0 плюс B1 X плюс B2 X квадрат плюс и так далее плюс B какая-нибудь здесь степень нужна. Ну, давайте, что у меня буквы закончились ли степени. M была. Еще натуральные, еще натуральные числа бывают, кроме K, M и N. Пусть будет D. X в степени D. Да, L тоже сойдет. Ну, пусть будет D. Значит, вот такой многочлен есть. Что будет, если я посчитаю значение этого многочлена на матрице вот такого вида? Здесь будет λ1, тут будут нули, здесь будет звездочка, здесь будет А с волной. Значит, как бы это записать? Ну, опять же, что значит, что я считаю значением многочлена на матрице? Ну, это просто означает, что я вместо вот этих X-ов, X квадратов и так далее, X в степени D буду подставлять эту матрицу, а вместо вот этого B0 подставлю B0 умноженное на единичную матрицу. Значит, вопрос. Что будет, если я посчитаю P от вот такой штуки? Значит, P это сейчас какой-то А бы какой многочлен просто произвольный. Значит, как бы это записать? Ну, во-первых, я хочу сохранить ту же самую структуру. Значит, вот у меня есть здесь что-то, ну и так далее. давайте посмотрим, ну как, это что такое? Это есть, значит, мне нужно B0 умножить на тождественную матрицу, значит, вот такая матрица, плюс вот эта матрица, здесь нули, здесь что-то здесь А. Значит, эту матрицу мне нужно умножить на B1 плюс B2 умножить на эту матрицу в квадрате, плюс и так далее, плюс BD умножить на эту матрицу в степени D. Вместо лямбды многочленной от лямбды. Совершенно верно. Значит, видно, что когда я буду делать вот такое вот суммирование, то вот в этом углу у меня в точности появляется многочленная от лямбды. Здесь получается бета 0 плюс B0 плюс B1 на лямбда 1 плюс B2 на лямбда 1 в квадрате и так далее, плюс BD на лямбда 1 в степени D. Значит, вот здесь будет в точности многочлен P от лямбда 1. Значит, вот в этом углу во всех этих матрицах стоят нули, поэтому и здесь тоже будет 0. Здесь, как мы договорились, меня не интересует, чего будет. Что будет вот здесь стоять? P от матрицы А с волной. Значит, опять же, видно, что, значит, что у меня здесь получается. Вот этот кусок, это просто B0 на единичную матрицу, дальше плюс B1 на вот эту матрицу, плюс B2 на эту матрицу в квадрате и так далее, плюс BD на эту матрицу в степени D. Это в точности значение многочлена на вот этой матрице А с волной. Супер. Так, как? Все согласны? Хорошо. Давайте теперь применим это рассуждение к нашему характеристическому многочлену. Прежде чем я это сделал, мне нужно этот характеристический многочлен немножко переписать. Значит, вот смотрите, вот у меня сейчас матрица, она имеет вот такой вид. значит, лямбда 1, здесь нули, здесь что-то, здесь осволновь. Вопрос. Как устроен ее характеристический многочлен? Что вы про него можете сказать? Давайте посмотрим. У нас есть характеристический многочлен, он устроен так. Это определитель такой матрицы. Лямбда 1. Значит, я должен повычитать здесь. Значит, я должен из вот этой матрицы, ну давайте, хорошо, я полностью сейчас это запишу. Значит, вот у меня есть вот эта моя матрица. Вот. значит, я должен из нее вычесть лямбда умножить на тождественную матрицу. Значит, это что такое? Это есть определитель вот такой штуки. Лямбда 1 минус лямбда, дальше здесь все нули, здесь что-то, здесь а с волной минус лямбда на тождественную матрицу. Да. Значит, теперь видно, смотрите, вот если я теперь посмотрю на этот определитель, но можно разложить его по первому столбцу. Умейте раскладывать определители по столбцам? Я посмотрел результаты вашей первой контрольной, у вас вроде с техническими навыками все очень хорошо. Значит, наверное, умеете. Значит, раскладываем по первому столбцу. Получается вот эта штука умножить на вот этот определитель плюс нули умножить на какие-то еще определители. Значит, что-то умножаются нули, нам не важно. Когда ноль умножается, никто не выживает. Поэтому это есть лямбда 1 минус лямбда умножить на определитель матрицы А с волной минус лямбда Е. Ну, а что такое вот этот определитель? Это есть характеристический многочлен матрицы А с волной посчитанной в точке лямбда. Значит, получается, что это и есть лямбда 1 минус лямбда умножить на хи А с волной от лямбды. Значит, понятно ли этот кусочек? Значит, у нас довольно длинное получается доказательство, но оно состоит из отдельных кусочков. Каждый кусочек должен быть достаточно в степени независим. Понятно ли этот кусочек? никто не потерялся, а то я чувствую, что я так довольно шустро сейчас иду? Окей, ну ладно, едем дальше. Значит, смотрите, теперь какая идея? я хочу посмотреть, что такое значит, теперь вот смотрите, значит, я хотел найти вот такую штуку. Я ее нахожу, я подставляю А в качестве соответствующей матрицы, получается такая штука. это значит, лямбда 1. Чтобы посчитать лямбда 1 минус лямбда, я сейчас вместо вот этой лямбды буду подставлять буду подставлять А, то есть у меня вот эта А, она попадает вот сюда и вот сюда. Здесь получается лямбда 1 минус матрица, это означает, что я должен лямбда 1 умножить на тождественную матрицу и вычесть матрицу А и дальше умножить это на вот такую штуку. Значит, матрица А, я считаю, что она уже приведена к такому виду, когда вот у нас в первом столбце стоит лямбда 1, а все остальное нули. Значит, давайте теперь посмотрим на вот эту штуку. это что такое? Это у меня есть лямбда 1 и так далее, лямбда 1, и я должен из этой штуки вычесть матрицу А, матрица А устроена вот так. Значит, вот эта штука, про нее я говорю вот что, она устроена так. Первый столбец нуля, а все остальное меня сейчас не интересует. значит, это первый со множителем. Теперь второй со множителем. Вот эта штука. Давайте посмотрим, как она устроена. Значит, вот эта штука устроена так. Это мне нужно посчитать характеристически многочлен матрица А с волной, посчитать его значение на матрице А. Это означает, опять же, что мне нужно посчитать хи А с волной от матрицы лямбда 1. Здесь все нули. Здесь что угодно, а здесь А с волной. А с волной. А с волной. Значит, это по вашедоказанному утверждению о том, как многочлены действуют на матрице вот такого вида. Вопрос, что я сделаю дальше? Какой следующий шаг? Внизу слева слева это ноль. Вас именно слева что-то смущает? Примените предположение индукции. Да, совершенно верно. Значит, заметим, что матрица А с волной имеет размерность К-1. для нее по предположению индукции теорема Гамильтона Келли верна. И, следовательно, Хи А с волной от А с волной это нулевая матрица. Таким образом, вот эта штука это такая штука. Значит, давайте я скажу так. Вот здесь, что написано сверху, меня сейчас не очень интересует что угодно. Вот здесь и здесь то, что угодно. Здесь нули. И здесь тоже нули. Теперь смотрите, что получается. Значит, у меня теперь возникает здесь произведение двух матриц. первая матрица в этом произведении имеет вот такой вид, а вторая матрица в этом произведении имеет вот такой вид. Здесь что угодно в первой строчке, а тут сплошные нули. Если мы перемножим две матрицы такого вида, то мы получим нулевую матрицу. Можете проверить. На самом деле, как это понять? Значит, вот про эту матрицу что можно сказать? Она все векторы переводит в векторы пропорциональные первому базистому вектору. Потому что у нее все столбцы устроены так, что у них только на первой позиции остается что-то не нулевое, а на всех остальных позициях нулей. Это векторы, которые пропорциональны первому базистому вектору. А вот эта матрица наоборот, первый базистый вектор переводит в ноль. Поэтому их произведение обязательно нулевое. Значит, хи А от А разбиваются в такое произведение. Значит, у нас вот здесь нули, а дальше что угодно умножить на здесь ноль, а тут что угодно. Это нулевая матрица. и теряем доказать. Есть ли тут вопросы? Есть ли какие-то вопросы в целом по доказательству? начало. Так, начало. начало, начало, начало. совсем начало. Вот здесь были подготовительные утверждения о том, что можно считать, что матрица А, про матрица А мы можем думать, что она уже, как бы мы уже перешли к такому базису, вот этому, и в дальнейшем у меня матрица А просто имеет вот такой вид. считаем с самого начала, что она имеет такой вид. Потому что мы взяли в качестве первого базисного вектора взяли просто первый собственный вектор. Он точно существует. Вот. Дальше мы сказали, что мы будем рассуждать по индукции. При n равном 1 теорема очевидным образом верна. А дальше индуктивный переход устроен так, что мы рассматриваем вот такую матрицу, замечаем с помощью всех этих технических рассуждений. Замечаем, что если мы вычисляем многочлен от такой матрицы, то это все равно, что вычислить отдельно многочлен от вот этого собственного значения и отдельно многочлен от этого угла. Дальше замечаем, что замечаем, что характеристический многочлен матрицы, которая имеет вот такой вид, устроен так, что этому уголочку соответствует вот это самом nouveau 고stil а дальше возникает определитель вот этой матрицы характеристикII нашихленной матрицы вот представили эту штуку в таком виде и дальше подставили матрица а оказалось что когда мы поставляем матрица а вот сюда мы получаем адресу вот такого вида которая первый басный вектор переводит в ноль а когда мы поставляем матрица а вот сюда получаем матрица вот такого виду значит почему лямда е минус а имеет такой вид но сейчас смотри значит у меня матрица а эта матрица который имеет вот такой вид матрица лямда 1 е а это матрица который имеет вот такой вид заметить что вы действует лямда 1 это в точности мое первое собственное значение вот то собственное значение которое я рассматриваю она вот здесь фигурирует потому что значит критическим награждения у меня вот здесь появляется вот эта штука нам дадим с лямбу а с другой стороны значит когда я вычитаю из этой штуки саму матрицу а здесь в этой матрице а в первом столбце вы стоит тоже та самая лямбда 1 поэтому вот это лямбда 1 вычитает из этой лямбда 1 получается 0 а все остальные элементы здесь так так поэтому никогда не денется будет именно таком давайте еще вопросы хорошо но давайте потихоньку ехать дальше сейчас мы долго доказывали теорему гаммельтона кейли давайте по извлекаем из нее какую-нибудь пользу значит давайте мне сейчас для дальнейшего понадобится сначала будет непонятно зачем но чуть попозже будет более понятно для дальнейшего понадобится специальное понятие понятие ниль патентного оператора значит определение оператор или матрица называется называется ниль патентным и если ну давайте я этот оператор как-нибудь обозначу а если существует такое n натуральное что а в степени n нулевая матрица то есть оператор называется ниль патентным если какая-то его степень это просто нулевая матрица если вы будете возводить возводить степень и в конечном итоге получите ноль ну давайте приведите мне какой-нибудь пример ниль патентного оператора приведите пример какого-нибудь ниль патентного оператора да а значит отличный пример значит ниль патентный оператор например оператор 0100 значит что этот оператор делает это такой оператор который который первый базисный вектор переводит в ноль ум�� второй базисный вектор переводит в 1 большими окна вот такой чудесный неприятие оператора понятно Понятно, что если я его два раза применю, значит, у меня первый байсный вектор уходит в ноль при первой же итерации. Второй байсный вектор переходит в первый байсный вектор, зато на второй итерации он перейдет в ноль. Поэтому понятно, что вторая степень этого оператора нулевая. Ну хорошо, а какой-нибудь нильпотентный оператор посложнее можете привести? Допустим, в размерности 3. Значит, хочу нильпотентный оператор в размерности 3. В принципе, можно просто обобщить вот эту конструкцию. Ну давайте, скажите кто-нибудь. А строго верхняя треугольная любая? Это правда, да. Любая строго верхней треугольной действительно подойдет. Значит, если у нас вот здесь будут нули, здесь будет ноль, а вот здесь будет все что угодно, то такой оператор действительно нильпотентный. Если вы будете возводить эту штуку в степень, то вы быстро увидите, что там вот этот треугольничек, он как бы будет постоянно съезжать вверх при каждом возведении в степень на одну позицию и в конце концов все обнулиться. Значит, это правда. Ну хорошо, давайте я сформулирую некоторые утверждения. Значит, утверждение. Пусть единственным собственным значением... Значит, пусть у оператора есть ровно одно собственное значение, равное нулю. Значит, вот у меня у оператора нет никаких других собственных значений, кроме нулевого. Нулевое есть. Тогда этот оператор нильпотентный. Как такое утверждение доказать? Значит, если есть ровно одно собственное значение, и оно нулевое, тогда я утверждаю, что этот оператор нильпотентный. Как это доказать? Есть какие-нибудь идеи? Идеи раз. Идеи два. Идеи три. Идеи нет. Ну ладно, давайте я докажу. Воспользуемся теоремой Гаммельтона-Келли. Как устроен характеристический многочин оператора А? Значит, если у оператора А есть единственное собственное значение, и это собственное значение равно нулю. Как устроен характеристический многочлен этого оператора? Значит, давайте опять же считать, что я живу полностью на С. Поэтому если у меня у какого-то многочлена есть только один корень, и этот корень ноль, то этот многочлен — это просто, значит, многочлен, у которого... Многочлен видит просто х в какой-то степени, больше ничего нет. Значит, характеристический многочлен вынужденным образом оказывается равен минус лямбда в степени n. Так как нет других собственных значений, кроме нуля. Ну, то есть любой многочлен можно представить в виде х минус первый корень умножить на х минус второй корень, умножить на х минус третий корень и так далее. Значит, если все корни нулевые, то он превращается просто на х в какой-то степени. Ну, здесь за счет того, что у нас там лямбда входит со знаком минус, у нас здесь возникает еще коэффициент, типа минус единицы в степени n. Теперь, если я подставлю сюда а, то я получу минус единица в степени n на а в степени n, и по теореме Гамильтона Кейл это 0. Значит, здесь теорема Гамильтона Кейл. Потому что я подставил матрицу в свой характеристический многочлен. А с другой стороны, видно, что это в точности доомножения на минус единицу подходящей степени, это в точности а в степени n. Значит, а в степени n равняется 0. Теорема доказана. Точнее, утверждение. Смотрите. Значит, я делаю два утверждения. Первое утверждение. Значит, если у оператора A есть ровно одно собственное значение, оно равно 0, тогда характеристический многочлен этого оператора вот такой. Понятно, почему это так или нет? Ну, минус из-за того, что как у вас характеристический многочлен устроен. Это многочлен такого вида. Вот у вас, значит, это определитель такой матрицы, значит, где будет A1-1 минус лямбда, здесь дальше что-то, здесь что-то, A2-2 минус лямбда, дальше что-то и так далее. Значит, вот в этом определителе единственная компонента этого определитель, единственная слагаемая, которая входит в этот определитель. Давайте я здесь напишу, что здесь будет A1-1 минус лямбда, здесь что-то. Значит, единственная слагаемая в этом определителе, в котором содержится лямбда в степени n, это слагаемая такого вида. Это есть A1-1 минус лямбда и так далее, A, N, N минус лямбда. Значит, плюс какие-то младшие степени по лямбда. Значит, если я теперь рассмотрю вот эту штуку, если я здесь раскрою скобки, то здесь будет минус 1 в степени n на лямбда в степени n плюс какие-то младшие степени по лямбда. Поэтому коэффициент при старшем члене в характеристическом многочлене – это минус 1 в степени n. Ну, можете просто написать, взять любую матрицу, написать, взять любую матрицу, например, порядка 3, написать ее характеристическим многочленом, и вы увидите, что у этого многочлена как раз коэффициент при старшей степени будет минус 1. А, допустим, в матрицах размер 2 на 2 будет просто 1. Так, значит, давайте еще раз посмотрим вот это вот утверждение. Понятно или нет? Фархад, вы спрашивали, вопрос к вам. Хорошо. Дальше. Значит, мы знаем, что если мы поставим матрицу в свой характеристический многочлен, то получим 0. Вот это как раз, это как раз теорема Гаммельтона-Кейли. Давайте я вот так точно пишу. Вот в эту сторону. Значит, а с другой стороны, раз характеристический многочлен устроен вот так, ну, вот давайте я поставляю сюда, вместо лямбды поставляю мою матрицу А. Ну, получается вот такое выражение. Ну, стало быть, из этого следует, что А в степени n равняется 2. От единицы ничего не меняется. Окей? Хорошо. Так, ну что, едем дальше. Давайте. Следующее утверждение. Смотрите, значит, я думаю, что сейчас у вас может возникнуть ощущение, что я вас, значит, веду в некоторый диковинный лес, вокруг показываю разные странные деревья, и совершенно непонятно, куда же я вас хочу привезти. Это действительно здесь есть такой эффект, потому что, к сожалению, пока не дойдем, довольно трудно понять, почему мы занимаемся всеми этими странными вещами. Но по мере приближения к коммунизму роль партии будет возрастать, классовая борьба будет усиливаться. Короче говоря, дальше будет, я надеюсь, понятнее. Давайте следующее утверждение я докажу. Смотрите. Утверждение такое. Пусть у некоторой матрицы А есть единственное собственное значение лямбда 1, не 0. И оно не равно 0. Тогда матрица А представляется в виде лямбда 1 на тождественную плюс некоторая матрица Н. Это матрица. Значит, вот эта штука — это матрица, где Н нельпотерка. То есть, смотрите, значит, мы раньше видели, что вот бывает такая матрица с единственным собственным значением, вот такая. Лямбда 1 на тождественную. Матрица, которая все растягивает, все простанство растягивает в лямбда 1 раз. И с другой стороны, мы видели, что бывают всякие примеры, когда собственное значение тоже одно, но при этом матрица все-таки не такая. Не такая, как устроена здесь. Ну вот, значит, пример, который нужно иметь в голове, это какой-нибудь вот такой пример. 2, 1, 0, 2. Значит, вот у этой матрицы есть единственное собственное значение, оно равно 2. И при этом эта матрица представляется в виде 2, 0, 0, 2 плюс 0, 1, 0, 0. Значит, вот это ваше 2 на тождественную, вот эта же часть, а вот эта часть — это нелепотентная часть. Доказательства. Давайте рассмотрим матрицу А минус лямбда 1Е. Каковы ее собственные значения? Значит, у матрицы А про собственные значения все известно. У нее есть единственное собственное значение, оно равно лямбда 1. Что можно сказать про матрицу А минус лямбда 1Е? У нее есть единственное собственное значение, оно равно нулю. Действительно. Давайте найдем, давайте запишем характеристический многочлен матрицы А минус лямбда 1Е. Это что значит? Это означает, значит, это характеристический многочлен, который зависит от лямбда. и это есть определитель такой штуки. А минус лямбда 1Е минус лямбда 1Е по определению характеристического многочленной матрицы. Значит, я просто говорю, что вот у меня теперь вот такая матрица, вот она написана здесь, и дальше я просто вычитаю лямбда 1Е и получаю такую штуку. Значит, давайте мы перепишем это в таком виде. А минус лямбда 1 плюс лямбда Е. Значит, когда вот эта штука может обнулиться? Ну, она может обнулиться только в том случае, если вот это выражение, давайте я его обозначу через лямбду с волной, значит, фактически вот то, что здесь написано, это есть просто характеристический многочлен матрицы А, посчитанная в точке лямбда 1 плюс лямбда. Значит, эта штука равняется 0, тогда когда... Значит, вот эта штука равняется 0, тогда когда лямбда 1 плюс лямбда равняется лямбда 1. То есть тогда, когда лямбда равняется нулю. Следовательно, у матрицы А минус лямбда 1Е есть единственное собственное значение, и оно равно нулю. То есть, смотрите, вот эта операция, вычитание лямбды, значит, вычитание какой-то константы, умноженной на Е, приводит к тому, что собственные значения матрицы просто сдвигаются. Сдвигаются они ровно вот на эту величину. Значит, если внимательно посмотреть на вот это рассуждение, то оно действительно так работает. Вот. Таким образом, когда мы вышли эту самую лямбда 1Е, то мы получили, значит, единственное собственное значение, равное нулю. Но, окей, из этого следует, что А минус лямбда 1Е — это некоторая нельпотентная матрица по только что доказанному утверждению. Значит, эта штука нельпотентна по утверждению доказанному выше. Значит, это матрица, у которой есть единственное собственное значение, оно равно нулю. Такая матрица обязана быть нельпотентной. Следовательно, А — это есть лямбда 1Е плюс нельпотентный. Спасибо. Значит, какая дальнейшая идея? Дальнейшая идея состоит в том, чтобы разбить все пространство на некоторые инвариантные подпространства, в которых наш оператор будет иметь, в каждом из этих подпространств, наш оператор будет иметь ровно одно собственное значение. После этого на каждом из подпространств оператор будет представляться вот в таком виде. И в целом вся матрица оператора может быть записана в таком виде. Значит, что это такая блочно-диагональная матрица, где в блоках стоят выражения вот такого вида. Дальнейшая наша цель состоит в том, чтобы понять, как вообще устроены нельпотентные матрицы. Оказывается, что нельпотентные матрицы устроены в некотором смысле просто. Есть некоторые явные описания того, как они могут действовать на пространство. Какие векторы в какие векторы они могут переводить. Но, собственно говоря, мы этим и займемся. Давайте посмотрим, есть ли вопросы по текущему. Спасибо. 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 Хорошо. Давайте я попробую вот что сделать. Давайте я попробую доказать. Значит, если вопросов нет, у меня есть еще пять минут. Давайте я... Значит, наша следующая цель... Как устроены милипатентные матрицы? Давайте в качестве такого детского примера рассмотрим случай матриц 2 на 2. Рассмотрим размерность 2. Ну, окей, мне нужно было по-хорошему начинать с размерности 1. Как устроены милипатентные матрицы в размерности 1? Значит, единственная матрица милипатентная в размерности 1, которую можно себе представить, просто нулевая матрица, просто умножение на число 0. Ничего другого сделать нельзя в размерности 1, потому что числа так устроены. Числа не бывают нилипатентными, ненулевые числа нилипатентными не бывают. Если у вас есть ненулевое число, вы его вызываете в степени, вы по-прежнему получаете ненулевое число. А матрицы бывают нилипатентными. Давайте рассмотрим размерность 2. Значит, я утверждаю, что существует базис. Пусть A нилипатентная матрица размера 2. причем не нулевая. С нулевой все понятно. Тогда существует такой базис, что матрица А при переходе к этому базису имеет вот такой вид. Доказательства. Матрица А ненулевая. Следовательно, существует такой вектор, давайте я как-нибудь его обозначу V, такой, что V не ноль. Давайте посмотрим, давайте возьмем этот вектор V и отобразим его, значит, давайте считать, что это вектор, который называется V2, значит, я его отображаю в вектор V1, который ненулевой. Вопрос, что произойдет с вектором V1, значит, если я теперь подействую до вектора V1, то я же сама матрица. Значит, A V1 равняется A квадрат V2, значит, мы знаем, что A это матрица размера 2 на 2, мы знаем, что тогда она нельпотентная, причем степень ее, как бы ту степень, в которую ее нужно возвести, чтобы получить ноль, это в точности двойка. Значит, вот по теореме Гамильтона Келли, как раз вот по этой теореме, значит, здесь видно, что не просто эта матрица нельпотентна, а видно, что в качестве той степени, в которую нужно в эту матрицу возводить, чтобы получить ноль, можно брать просто размерность пространства поэтому а квадрат точно а квадрат точно ноль поэтому когда мы действуем вот так то мы обязательно получаем 0 есть обязательно 0 0 вектор отлично следующее утверждение векторы v2 и v1 не могут быть линейно зависимыми ну потому что потому что если бы они были не независимыми тогда бы если вектор v1 переходит в ноль то и вектор v2 пропорциональный вектор v1 тоже переходит в ноль а мы предполагаем что это не так значит v1 и v2 линейно независимы с другой стороны у нас всего пространство двумерная есть два линейно независимых вектор в этом пространстве значит они образуют базис Давайте запишем, как матрица A выглядит в этом базисе после перехода к этому базису. Давайте смотреть, первый базисный вектор переходит в ноль. Это означает, что на первом столбце должно стоять два нуля. Второй базисный вектор, вектор v2, переходит в первый базисный вектор, вектор v1. Значит, на втором месте должен стоять первый базисный вектор, то есть вот такая штука. Теорема доказана. Вот. В следующий раз займемся обобщением этого результата на случай произвольной размерности. Окажется, что очень похожий, только чуть более общий результат, справедлив в любой размерности, доказывается примерно так же, чуть-чуть посложнее. Окей. Так, ну что, есть ли вопросы? Хорошо. Так. 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 Ага. Спасибо. Спасибо за внимание. Тогда всем до свидания. Ждите листочек семинарский. Спасибо. Так. Уфуфуфуф. Продолжение следует...